Это самое. Ну что, товарищи, у нас очередное занятие по капитану Маркса. Игровую мы пока еще не добили тринадцатую. Машинная и крупная промышленность не остался у нас. Девятый и десятый параграфы этой игровые. Вот девятый параграф, Сергей Викторович, да? Кто вы по трудовому законодательству? Девятый параграф. Фабричное законодательство. Положение об охране здоровья и воспитании. Всеобщее распространение его в Англии. В общем, так, надо сказать, что благие пожелания по поводу регулирования труда на фабриках и заводах, они были с начала девятнадцатого века. Вот, например, в Англии я нашел информацию. Ну, в общем, можно так начать. С чего это в Англии началось? В форму законов еще это все не принимало. Но, вот, например, 1802 год. Английский парламент принял закон о запрещении ночного труда приходских учеников. В общем, там такие приходы для попечения детей-сирот были. И эти приходы, по сути, такой бизнес делали, продавали детей фабрикам, заводам в работы. И, в общем, все это превратилось в такой, ну, бизнес на детях. И, в общем, этот закон, он запрещал ночной труд ученикам, приходских вот этих вот, приходским ученикам на бумагопредельных, шерстопредельных фабриках и об ограничениях рабочего дня 12 часами в сутки. В 19-м году этот закон распространили на всех малолетних хлопчатобумажной промышленности. Запретили труд до 9 лет детей. Однако, это все, по сути, не выполнялось. И было только вот на бумаге. Связано, видимо, с тем, что не было никаких инспекций, которые бы отслеживали это все. И лишь в 1833 году, это про Англию речь все идет, в 1833 году была учреждена фабричная инспекция для надзора за трудом детей и подростков. Вот, собственно, с этого времени можно так говорить о начале законодательного ограничения в этой сфере, ну, на практике. Хотя понятно, что это все делалось с большим скрипом. В 1833 году в Англии приняли закон для всей текстильной промышленности, ограничивавшей 8 часами рабочий день детей 9-18 лет. Ну, естественно, это принималось все в борьбе, и рабочие с митингами выступали за принятие этих законов. А капиталисты отдельные выступали, многие капиталисты тоже митинговали против. Но, видимо, в целом класс в буржуазии понимал необходимость, поэтому под давлением еще и рабочих митингов это все принималось. В 1847 году был принят закон о 10-часовом рабочем дне подростков и женщин в текстильной промышленности. И вот дальше это распространялось на другие отрасли промышленности. И позже тут еще более поздний этап, здесь у Маркса описывается, я еще расскажу. Во Франции запрет труда детей, в общем, все эти законы начинались, наверное, можно сказать, по большей части с ограничения труда детей. Потому что это было самое страшное. Потому что с малолетнего возраста, когда дети трудятся, они уже там буквально к половой зрелости, когда там надо детей заводить и, так сказать, воспроизводить нацию, они уже все не в состоянии. Ну, здоровье подорвано и, в общем, действительно, нации вымирают. И это беспокоило буржуазию, что рабочая сила вырождается. Во Франции в 1841 году запретили труд детей до 9 лет и ночного труда детей до 13 лет. Детям с 9 до 12 лет рабочий день ограничили 8 часами. С 12 до 16 лет – 12 часами. Потом февральская революция 1848 года во Франции дала 10-часовой рабочий день для парижан и 11-часовой для провинции. Однако потом, в сентябре 1848 года революция проиграла, контрреволюция вернула 12-часовой рабочий день. Ну, это вот я ранний этап, так коснусь этого законодательства по этим странам. В Германии долгое время принятие фабричных законов тормозил Бисмарк. Там были некоторые законы по страхованию. 1833 – страхование по болезни, на случай болезни. 1884 – страхование от несчастных случаев. Запрет труда детей до 13 лет у них в Германии осуществили даже позже, чем в России. Это произошло в Германии в 1891 году. Запретили труд детей до 13 лет. Дети с 13 лет запретили работу больше, чем 6 часов в день. 14-16 лет и женщин – 10-часовой рабочий день. А в России, ну, в силу того, что долгое время, до 1861 года, было крепостное право, принятие фабричных законов очень сильно, ну, по сути, ничего не было. Ну, там тоже были благие пожелания еще со времен Екатерины, там какие-то… Ну, тоже это ничего не работало. Ну, и, собственно, промышленных рабочих было, наверное, свободных не так уж много, и поэтому это все законодательство отставало. Но зато с 1882 года уже, ну, скажем, с 1882 по 1903 было принято 9 основных законов, которые стали основой промышленного права. Довольно быстро были приняты законы. Ну, вот, через некоторое время после отмены крепостного права. Так, в 1882 году, 1882, что получается, вот, как я говорил раньше, чем в Германии, ограничили труд детей, запрет труда детей до 12 лет на фабриках, заводах, мануфактурах. Детям 12-15 лет запрещено работать ночью, выходные дни и праздники. И в этом году, в 1872 году в России обязали фабрикантов обеспечивать детям, не имеющим образования, обеспечить посещение народных училищ. Также создана инспекция, которая, собственно, нужна для того, чтобы эти законы работали, и без них ничего не работает. Вот, поэтому с 1882 года можно считать вот начало этого в России законодательства, которое начало работать. В 1884 году закон принуждал фабрикантов организовать школы для детей при фабриках, ну, для детей, которые трудятся на этой фабрике. В 1885 году запрет детям до 17 лет и женщинам работать ночью на хлопчатобумажных, полотняных, шерстяных фабриках. 1886 год. Закон о правилах найма и о надзоре за фабриками. Ну, не буду рассказывать подробнее, всего нельзя рассказать. 1897 год. Это год, когда был введен 11,5-часовой рабочий день для мужчин на фабриках и заводах, а ночью и в празднике 10-часовой. Это 1897 год. Женщинам и детям 10-часовой рабочий день. Также был введен запрет работы в воскресенье и было введено 14 праздничных дней в году. Чуть позже были добавлены еще, по-моему, 3 выходных рабочих дня. И также сверхурочные стали регулироваться особым договором. Дальше 1903 год. Были введены законы о страховании при несчастных случаях. В 1906 временные правила легализовали деятельность профсоюзов. В 1912 году было введено страхование по болезни и при несчастных случаях. Ну и в 1918 году советская власть приняла первый кодекс законов о труде и узаконено было 8-часовой рабочий день. А если вернуться к тому, что Маркс пишет. В общем, фабричное законодательство, понятно, что оно необходимо при развитии фабрично-заводской промышленности, производства. Необходимо, точно так же, как все остальные факторы этого производства. Понятно, что капиталистам нужна максимальная прибыль. И часто они готовы жертвовать здоровьем наемных работников для получения максимальной прибыли. И вот здесь, в этой главе 9-й, особенное внимание Марксу уделяет фабричному акту 1964 года. В этом акте уделялось внимание здоровью работников, которая зависела от условий труда. Вот там, вот Маркс приводит некоторую статистику по тому, до чего доводило стремление капиталистов к виболи. Экономия несколько шиллингов на доработке, скажем, станков, которые бы обеспечивали безопасность труда. Вот неведение этих приспособлений, защищающих от увечий, работников, приводит к тому, что за 4 года... Или за 5 тут получается, 2 по 6... С 52 по 56 год... 5 лет. Так, это на одной фабрике 60 тяжких увечий и 6 смертных случаев. Это на одной фабрике, это очень много. И этот фабричный акт 64 года, 1864, он заставлял выбелить, вычистить мастерские, которые, как пишет Маркс, по 20 и более лет не белились. Хотя вот у нас, например, насколько я понимаю, многие заводы и фабрики не белились уже в больший срок. И смертность высокая тоже. Перестройки. И не только фабрики. Даже кое-где в провинциальных вузах можно видеть. Такие или в институтах заходишь. Вот я работал тоже. Но явно вот видно, что с советских времен ничего не белилось, не ремонтировалось. Люди там работают. Дыры в ринолеуме, обшарпанные стены. Этот же фабричный акт принуждал улучшить вентиляцию рабочих помещений. Специалисты говорили о необходимости 500 кубических футов воздуха для одного человека. И это минимум в рабочих помещениях. Но, естественно, капиталисты не готовы были с таким согласиться. И это все никак не могло войти в практику. Естественно, высокая плотность работников в таких помещениях, где плохая вентиляция, и не белятся помещения, и плохо убираются. Это приводило к эпидемиям, чахотке, различным заболеваниям. Особенно, вот там, приводил Марк пример, когда, например, работники, особенно высокая вероятность эпидемии в условиях, когда, например, разбирали поступающие за границы тряпье. А она часто там, допустим, одежда, ее уже носили или там какое-то с постельное белье. Больные носили. Естественно, это все, вот вся зараза приезжает к тебе туда, и ты сиди, и ты вдыхай. Естественно, там смертность тоже высокой эпидемии выкашивали работников. Работницы. Работницы. Этот акт 1864 года вводил необходимость начального обучения детей работающих, как обязательное условие. Ну, это тоже все проходило со скрипом. Там шла дискуссия о том, насколько это, по сути, говорили, что детям нужно совмещать труд с учебой. И что труд является вообще даже необходимым условием для детей. Я так понимаю, наверное, уже тогда шла дискуссия о том, чтобы выделять больше времени детям или, может быть, освободить их от труда. А фабриканты говорили о том, что труд совершенно необходим детям, как воспитательная мера. Ну, здесь Маркс пишет, приводит примеры, как монотонный труд детей, подростков, отупляет их. Они, ну, как мы уже говорили, они придаток машины. Вот, например, на печатной машине работают дети, которые там подкладывают лист. И это совершенно тупая работа, которая никоим образом не способствует развитию ребенка. И... А времени у него рабочий день длинный. И после этого рабочего дня он весь день стоит на ногах, он устает. И, естественно, достигая до 17-летнего возраста, его просто выбрасывают из этой типографии. Потому что он больше ничего не умеет. Он все время только подкладывал листочек. И вот он такой неразвитый, совершенно примитивный и никому не нужный. И, по сути, он... Его выбрасывают на улицу, и там он уходит, значит, очень часто уходит в криминальный мир. Потому что чем ему еще заняться, неизвестно. Он ни на что не пригоден, на что он не обучался. И вот такая ситуация у детей. Вопрос стоял о том, чтобы... Изменить ситуацию такую, когда резервное рабочее население, которое не обучено, и его можно использовать только для каких-то примитивных операций, чтобы из необученных людей, готовых только к примитивным операциям, сделать из них обученных, готовых выполнять более квалифицированный труд. И сделать его более высокоразвитым индивидуумом, а не просто частичным рабочим, способным выполнять лишь простые операции. И вот тут Маркс приводит, что вводились политехнические и сельскохозяйственные школы и профессиональные школы, в которых дети получают некоторое знакомство с технологией и с практическим применением различных орудий производства. Понятно, что образованного работника проще, скажем, поставить на другую машину, работать. Ну, естественно, фабриканты выступали часто против такого законодательства. А с другой стороны, когда оно уже было введено в текстильной промышленности, то многие капиталисты стали выражать свое недовольство, что на части предприятий это уже введено, на других не введено. Они говорили, вот, это несправедливая конкуренция, как так? Нам, значит, нельзя эксплуатировать детей, подростков после шести часов вечера, например, а на других предприятиях можно, это все несправедливо. Ну, в общем, часть капиталистов тоже стали выступать за распространение этих законов, принятых для части, ну, для текстильной промышленности, там, по-моему, сначала. И некоторая часть капиталистов стали тогда выступать, ну, раз на этих принято, давайте тогда и на других предприятиях вводить те же законы, расширять применение этих законов, иначе несправедливая конкуренция. Так, что еще? Ну, также фабричное законодательство, оно ограничивало, ну, его расширение должно было ограничить труд не только на крупных предприятиях, но и также и домашнего труда. Тут уже родители были недовольны тем, что вот, вы вмешиваетесь, значит, в нашу родительскую власть, а между тем, там проводились комиссии, инспекции, которые делали отчеты по эксплуатации на дому труда детей, и они показывали, что, ну, на дому вот сами же родители эксплуатируют труд детей совершенно ужасно. часто, ну, просто эксплуататорами становятся, при том, что родители, они почти неограниченную власть над детьми имеют. Дети, они слабые и маленькие, а родители ими командуют, иногда продают их, такое наемное рабство, иногда на дому у себя эксплуатируют, а на дому, естественно, условия, если на фабрике там еще, уже фабричное законодательство требует организовать условия труда, там, может быть, отопление организованное, еще что-то, а на дому никто ничего не проверяет, кто там, чего там, и к тому же на дому это часто все делают вид, что это у нас не производство, а там у нас здесь кружок кройки шитья и так далее, и, соответственно, никакие инспектора там даже ничего особо проверить не могут и предъявить что-то, мол, у нас не производство. Вот. Ну, то есть сопротивление было не только от части капиталистов, но и от родителей, в том числе. Тут еще о чем сказать? Да уж, если и машинеры, чем-то и хватит. Да, и так подробно уже хорошо. Да, конечно, поп занятия уже. Надо быть, таково, обобщенно выводы. Ну, половина. Нет, дело не у времени, но действительно подробно. Здесь, так сказать, подробность, хорошо все осветили, из привлечения дополнительных материалов, в том числе. Ну, что мы можем сказать? Значит, во-первых, всюду трудовое законодательство, во всех странах, оно начиналось с защиты детского труда, да? Потому что это веро, взрывопотребление детским трудом, веро к вырождению нации. Но отдельным капиталистам им, вообще говоря, наплевать на это вырождение, да? И поэтому здесь вступало в действие государство, как комитет, обобщенный, как сказать, коллективный капиталист, комитет по делам капиталистов. То есть, отдельному капиталисту, ему это до рампочки, ему надо, пусть дети дохнут, ему надо вот деньги по тебе подгрести. А когда вот уже собрались капиталисты в целом, они уже мыслят категориями государства, его развития в долгосрочной перспективе, они вот уже озаботились. Ну и потом вот надо понимать, что в отличие действительно вот от взрослых рабочих, вот вроде как здесь решается по закону и так далее, но вот такой фактор, как грубая физическая сила, он тем не менее имеет значение. Там вот где как-то вести себя со здоровым взрослым рабочим капиталисты или его администраторы как-то и остерегаются по отношению к женщинам и тем более к детям, они совершенно чувствуют себя распоясанно, безнаказанно. И поэтому дети, даже в силу своей чисто физической слабости, они подвергаются как бы двойному гнету, да? С одной стороны, их фабриканты гнетут, а с другой стороны, родители, вместо того, чтобы за них заступаться как-то, еще нередко их, так сказать, еще и дополнительно, как продают все равно. То есть вот это вот такой фактор, который вот именно детский труд. И это вот и с другой стороны вот еще фактор, что в отношении детского труда, да, ну а в отношении других актов правового законодательства, они, конечно, появились на свет Божий в результате красовой борьбы. Вот те же профсоюзы, да, вы говорите, в России с 906 года были, как вы выразились, легализованы, там закон был соответствующий. Времени правила написано было. Вот, значит, в принципе, профсоюзы, и вот было тут 100 лет, ну как недавно, уже 15 лет прошло, для меня недавно, это самое, пьянки были большие. Почему в начале 905 года профсоюзы создались? Потому что в декабре 904 года была большая стачка на бакинских нефтепромыслах, и там вот был подписан первый в России кордоговор, и вот, так сказать, ну и пошел после этого большой наказ забастовочной борьбы, и на этой вороне были созданы профсоюзы. То есть они по факту были созданы, а в 906 году их уже признали. И это вот многие акты, эти фабрично-заводские, это вот результат именно борьбы красой. Ну, хотя, конечно, инспекторы здесь фабричные определенную роль сыграли, но вот Капитан пестрит примерами, как там инспектор какой-то, которому 70 лет, он ходит там, что-то пытается, ничего не может, его не слушают. Ну, вообще, короче, смотри, Роскрутинспекция. Этих инспекторов еще было мало, они не успевали ничего отслеживать. Но Маркс отмечает их высокую принципиальность, значит, и твердость в отстаивании прав рабочих и своей, так сказать, профессиональной пригодности. В этом смысле они, конечно, были молодцы. Что нельзя сказать о нынешних, кстати, работниках Роскрутинспекции зачастую. Ну, это когда они не заангажированы. Часто ж мы видим, капиталисты использовали их как инструмент конкурентной борьбы с другими капиталистами. То есть у себя, я детей использую у себя на производстве, вот, а другому не даю. И тем самым удешевляю свои издержки. Так что не надо, мне кажется, идеализировать. Идеализировать не надо, но вот Маркс добрые слова говорит в их адрес. Ну, хоть кто-то боролся, да. Так, ну что, кто-нибудь еще есть? Да, Маркс подметил одну тенденцию развития фабричного производства именно в этом параграфе. То есть есть технический базис крупной промышленности, есть его капиталистическая оболочка. И технический базис, он подвижен, постоянно развивается. Маркс даже использует такое слово, как революционен. Да. То есть постоянно идут изобретения, идет рост производительности труда и так далее и тому подобное. И эти изменения ведут к изменению характера функций рабочего. И не только рабочего, и самого процесса труда, и вот этой общественной комбинации процесса труда. Более того, создаются новые производства, новые отрасли, и рабочие, и все капиталы туда как бы выталкиваются, переходят. Все это называется одним термином перемена труда. То есть вот этот процесс идет. Это вот одна сторона как бы этого противоречия, а с другой стороны есть капиталистическая оболочка, которая она, так сказать, постоянно, наоборот, загоняет, так сказать, этого рабочего. Кстати, а оболочка это тоже что надстройка? Что? Тоже что надстройка? Какая надстройка? Ну вот базис и надстройка. Нет, это совсем другое. В данном случае, нет, здесь используется понятие или термин технический базис. Это не базис. И не те понятия базис и надстройка, которые касаются общественной экономической формации. И это совсем другое. Поэтому возвращаясь. И с другой стороны, вот эта капиталистическая оболочка, она постоянно ставит рабочего в такие условия, что вот этот закон перемены труда действует каким образом? Ну вы знаете, что в рамках, так сказать, капиталистического производства существует постоянно относительное перенаселение, то есть безработица. То есть рабочий постоянно угнетается, находится в положении, так сказать, выживания, так сказать, растраты своих сил с утра, так сказать, с утра до ветера, с вечера до утра и так далее. То есть вот это понятие частично рабочий, сознанием, да, то есть есть элементы производства, вот станки без сознания, да, а есть частично рабочие, придатки машин. И в рамках капиталистического способа производства вот из этого противоречия не вырваться. И вот здесь Маркс пишет, а что будет в том будущем обществе? Вот обратите внимание, значит, 1867 год, он уже делает выводы о будущем коммунистическом обществе, когда рабочий класс возьмет свою власть. Как выйти вот из этого противоречия, как его разрешить? Да очень просто, пишет Маркс. Надо, чтобы частичного рабочего сделать многосторонним, всесторонне развитым. Вот генеральный путь, сказать, развития общества. И он приводит отдельный даже пример из того законодательства, о чем Сергей Викторович говорил, что фабричное законодательство середины 19 века, это английское, оно удовлетворялось тем, чтобы у рабочих было только начальное образование. Ну а в том будущем коммунистическом обществе вообще должно быть, с одной стороны, политехническое образование, и помимо того, должна быть и практическая, и теоретическая подготовка. Что и было во многом реализовано в Советском Союзе. В Советском Союзе, да и другие страны. И потом пошел путь пять. Ну вот такой вот вывод, что можно сказать. А вот все-таки, что вот хорошо, технические базисы революционизируются. Технические базисы в данном случае имеются вот машины. Я понимаю, понимаю, он, так сказать, бурно развивается, и, как Марк сказал, выруционизируется. Процесс развитие производительных сил бесконечен. Да, вот, а что происходит с капиталистической оборочкой? Значит, технический базис, здесь еще одно, я же говорил об этом, извини. Действует такой общий закон перемены труда. То есть, он создает новые станки. Появляется новая функция рабочая. Это есть развитие технического базиса. Выходим за рамки отдельной фабрики. Создаются новые производства. Выходим за рамки отдельного производства. Создаются целые отрасли, куда направляются и капиталы, и рабочие. Но рамка капитализма, это происходит все время, частичный рабочий. Вот он занят на этом участке, с утра до вечера, вечера, в этом смысле. Конечно, конечно. А я думаю, вы так сказать, к тому ведете, что вот оборочка, это тоже изменяется, вслед за изменением. Нет, это образное урожайство. Все, 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 все. Система производственных отношений капиталистическая. Вот на этом можно закончить. Я вот все-таки что-то не понял, как он тут пишет. Вот где, про политехнические и сельскохозяйственные школы. Я не понял, они уже были введены, или это он хочет, чтобы они были введены? Как там написано, так прочитайте. А посмотрите, пожалуйста. Это переворот стихийной и разумной основной крупной промышленности. Являются политехнические школы. Политехническое образование, это прямо вот готовая формулировка. Получают. Я понял, что уже на тот момент это было. Единая политехническая школа, это термин вообще говоря. Ну смотрите. Ну давайте, где же написано. Конечно. Он пишет о том перевороте, который совершит рабочий класс, строя коммунизм. И вот он пишет, одним из моментов этого процесса переворота. И дальше по. То есть это в будущем еще будет? На тот момент не было вот этих политехнических средств. Не будет, а для нас уже было. Были, были, были никогда. Да, мы уже пожили. Которые дети рабочих получают. Просто он дальше допишет, что в рамках капитализма этот процесс идет стихийно, ограниченно. Его надо поставить в основу поставить всего развития. А можно говорить, что вот у нас в 20-х, 30-х годах это была единая трудовая школа. И с трудовым воспитанием там и так далее. А вот позже это вот. У нас же ведь, насколько я понимаю, это не было реализовано. У нас было довольно большое число. Я думаю, здесь надо смотреть тенденцию. Вот за все эти годы советской власти там или то, что мы называем, да, этот период. Как шло развитие. Оно шло понарастающее. До какого момента? До застойного периода. Потом пошел откат. Того, что мы называем застойным иногда. Ну, в общем-то, это связано с бияними Хрущева. Вот это торможение. Ну, давайте вот 17-й год. Это все мы знаем даже со школы. 17-й год произошла социалистическая революция. Какой процесс пошел? Ну, где там коллективизация, индустриализация, еще что? Ее называли. Культурная революция. Культурная революция одним из элементов. Какой был? Ликвидация? Безграмотности. Нет, здесь, наверное, неграмотности. Неграмотность-то была ликвидирована, а безграмотность еще оставалась. Безграмотности, да. Неграмотность, ликвидация. Конечно. Вот первый шаг. Затем 7-летка, 8-летка, 10-летнее образование. Что бы нарастаешь? Ну, тут у Макса, да, неоднозначно. С одной стороны, он как бы говорит о будущем. Но, с другой стороны, одним из моментов этого процесса переворота, стихийно развившимся на основе крупной промышленности, являются политехнические и сельскохозяйственные школы. То есть, при капитализме тоже есть форма развития производительных сил, но он развивается стихийно. Ну, вот во Франции, скажем, политехник Шуля, это вот она и была, так сказать, политехническая школа. И в Германии политехническая высшая школа, вот это и наш политех, вот построенный. Ну, да, с усложнением станков-то капитализма, естественно, нужно. Ну, это как бы не школа в нашем привычном понимании. Это вообще, говорит, достаточно избранных высшие учебные заведения. Давайте еще раз. Вот не будем хоть в эти частности. Марс исполнил отдельный пример. Идея-то какая? Ведь он сказал, что вместо частичного рабочего, какого поставить? Многосторонне развитого. Какая основная цель социалистического производства? Вторая часть. Обеспечение полного благосостояния, да, и всестороннее развитие всех членов, всестороннее. Вот об этом идет речь. И Марс вот в этом параграфе об этом написал. Многосторонняя личность, всестороннее развитие. И потом Ленин развил, и большевики начали скатеризовать на практике. Об этом идет речь. А насчет школы это отдельный частный пример. Если советский инженер, он кроме своей специальности, еще знал все штаты, где находятся, и города Соединенных Штатов, да, и в географии хорошо разбирался, и про музыку, что-то мог сказать по истории, то американский инженер, он знал узкую техническую часть, и ему больше ничего не преподавали. То есть он знал, что по Москве ходят белые медведи с балалайками, все, и больше на этом его... Давайте дальше пойдем. Еще тут для социального развития. То есть, ну вот еще один такой момент. А вот получается, вот хорошо, вот у нас, так сказать, было гуманитарное образование. Вот люди поступали, так сказать, скажем, на ферософский факультет. Получается, они были лишены вот этого политехнического образования. Да, получается так. То есть это было неправильно? Очевидно, нет. Мы привлекали к селегонитарным... Наверное, наверное, да. Наверное, нет, конечно. Неправильно. Но вы сейчас говорите, наверное, уже после 1961 года. И до 1961 года. Все эти Розентали и прочие, которые там Гегеля извращали, это они были и до 1961 года. Ну вот... Ну просто умертно, смотрите, возможно, там еще переживки. А тут уже откат. А в 2021 году Ленин говорит, что и хватит, в конце концов, пенять на пережитки капитализма. За четыре года советской власти у нас вперед появятся свои пережитки, пережитки социализма. И они, смею вас уверить, тоже не фунтезиумов. Нет, Иван Михайлович, вот мы на этом примере можем, как бы так, уйти в сторону. Можем. Значит, давайте уж кури начали, вот это, так сказать, цель социалистического производства, да, она была закреплена во второй программе партии большевиков, да. И вот Ильинин, который, так сказать, писал эту программу, он там что приводил в качестве примера? Как вот определенный этап движения вперед? Преодоление... Шестичасовой рабочий день, так, занятие производительным трудом, так? Обратите внимание. Затем два часа... На обучение. Обучение, участие в государственном управлении. Но давайте еще, так сказать, дальше продолжим. Вот, в общем, четыре часа занимается человек производительным трудом. Два часа участвует в государственном управлении, а два часа занимается творчеством. Может быть, сочиняет стихи, может быть, сидит на берегу реки, пишет картины маслом. Спит. Вот как должно идти развитие. А образование каким образом связано? Ну, чтобы заниматься производительным трудом, значит, какое образование надо получить? Техническое, да, какое-то. А чтобы картины писать маслом, какое образование нужно получить? А чтобы заниматься управлением государственным, какое образование? Гуманитарное. Гуманитарное, естественно, да. Вот такая общая тенденция. А как она реализовалась у нас на практике в СССР, наверное, вот в таком виде, так сказать, совершенным не было. А закреплялось разделение труда. С 61-го года, наоборот, эти различия начали увеличиваться. Совершенно верно. Вот если вы откроете справочники народного хозяйства СССР, в тех временах 70-80-е годы, там есть цифры победоносные, хорошие цифры. Сколько сэкономлено миллионов человеко-часов за счёт роста производительности труда? И куда они пошли. И куда они пошли, да. Нет, куда пошли, не писали. А там десятки миллионов за пятилетку. 20-25 миллионов, это огромные цифры. Это значит, росла производительность труда. Кто обеспечил её? Рабочие. Рабочие, естественно. Куда шла эта экономия? Куда она, во-первых, должна была идти, если, так сказать, реализовывалась? На сокращение рабочего времени. Прежде всего, у непосредственных производителей. Но она не сокращалась, она как была 80 часов. Значит, куда она шла? На две вещи. Первое, на увеличение аппарата управления, он два раза увеличился по отношению к послевоенной цифре, если посмотрите, середина 70-х годов. И на расширение непроизводственной сферы. То есть, задача, так сказать, основная цель социалистического производства не реализовывалась, а только вот закреплялось вот это дело. В Ленинграде, в Ленинграде, среди молодёжи, по крайней мере, когда я учился в 2002 году, школу закончил. Ну, в общем-то, считалось, что в ПТУ идут там какие-то такие люди, которые не учились, уже, так сказать, какие-то лентяи там, то есть. И, в общем-то, несмотря на роскошные вот эти романовские ПТУ, особенно сейчас, когда сравниваешь с тем, что сейчас, там были, ну, совершенно, так сказать, ПТУ очень сильные. Вот, тем не менее, такая вот социальная обстановка создавалась, непорноценности вокруг тех, кто идёт в ПТУ. Ну, и это было, конечно, как пример. А какие у нас оставались классовые различия? Первое – различия между людьми умственного и физического труда. Второе – между делением на управляемых и управляющих. Вот, так сказать, надо бы их разрешать, ликвидировать, уничтожать, так сказать, да? Ну, и закрепляли. Их от ствердом, докторов форософских наук, не решишь. Только сокращением рабочего дня, да, только среда. А, ещё вот социальная, вот, короткая фраза, вернее, полфраза у Марса, что как не отрадить на разложение старой семьи при капиталистической системе, тем не менее, крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства в ней в сфере домашнего чага, женщинам, подросткам и детям обоего пола, создают экономическую основу для высшей формы семьи в отношении между полами. Что это за высшая форма семьи? Ну, коммунистическую семью. А это как? Ну, вот, прочтите ещё раз. При сравнении с семьей сейчас... Я не готов. Последнее там... Меня пережитки душат в этом отношении. Это у нас, это, и плохо там, вот... Коммунистическая семья я не готов. А сейчас забрать отношения между полами открыть. Да, и паратенца тоже будут разные при коммунизме. Каждого своё. Зубные щёпки. И жёны. Зачем это... Так, ну что, товарищи? Крупная промышленность и земледелие. Кто? Ну, как бы я... Давайте. Ну, совсем коротенькая. Там два вывода только сделаем. Да, да. В общем, крупная промышленность... Десятый параграф крупной промышленности и земледелие. Здесь речь о том, что развитие крупной промышленности, оно, соответственно, производило революцию и в сельском хозяйстве, в земледелии, производило машины, которые увеличивали производительность труда в сельском хозяйстве. Увеличение производительности труда тоже... Ну, во-первых, машины, они переводили мелкую буржуазию сельскую, в разряд наемных рабочих сельских. И в силу повышения производительности труда делали сельское население избыточным. И сельское население в силу этого сокращалось. Сельские жители, многие уходили в город. Это вот у нас в России тоже наблюдалось в этот период. Шли в рабочие. А жизнь на селе... Ну, у нас... Может быть, еще не так применение техники... Ну, вот, скажем, на момент революции сильно ли там применение техники было? Да, сахи еще было дофига даже. Кугол даже не было. Ну, были, конечно, но не у всех. Хотя вот тут не описывается, что за техника приходила, вот, скажем, в Европе, в сельское хозяйство. Жадки. Было что-то лучше, чем у нас, да? Ну, ширше было. У нас тоже там передовые хозяйства какие-то были, наверное. Во-первых, были богатые крестьяне, даже при помещиках уже были кураки. А в начале 20-го века были вполне современные агрофирмы на базе крупных помещих хозяйств. Когда помещики там себя считали нужным реализовать как агрокапиталисты, они там организовывали, вполне были. И трактора даже были. У нас, наверное, сильно затормозила это вот поздняя отмена крепостного права. Да, потому что помещики, они же как, они за счет эксплуатировали крестьян, они им там на кабальных условиях землю давали, так как тебе не могли выплатить. Фактически, что значит вот пережитки крепостного права на селе? Это значит, что фактически крестьяне нередко отрабатывали ту же барщину на помещика и так далее. Они были юридически свободны. Ну, хочешь, иди в город катись, а не хочешь в город, вот отработай на меня там пять дней в неделю, а иначе я тебе земли не дам, корове твоей не дам там на водопой пройти и так далее. Ты на моей земле живешь. Вот это вот оно, у тебя огородик и все, а это все остальное моя земля. Земельные вопросы-то, но это не случайно так остро стоят. Это вот и были феодальные пережитки крепостничества на селе. Ну, отмена крепостного права тоже интересна. В 1861-м крепостное права отменили, а в Штатах в 1863-м рабовладельское. Но, тем не менее, в Штатах трактора появились раньше, в Марсово. Да потому что рабовладельство на промышленном севере-то не было рабовладельство, а на юге, на этом, там не было промышленности особо. В Марсово появились эти катерпиллеры. Но катерпиллеры, они пришли с севера. Это расцвет капитализма, свободной конкуренции был в североамериканских Штатах. Но это уже к концу ближе 19-го века, потому что до этого тоже... Но вот у меня в этой связи такой вопрос. Он, с одной стороны, может, не совсем по теме, а с другой стороны, как-то и по теме. А вот наше крестьянство, которое выиграло гражданскую войну под руководством рабочего краса, можно сказать, можно ли его назвать мягкой буржуазией? Конечно. А мягкий буржуаз у нас это кто? Мелкий буржуаз? Да. Это с одной стороны трудящийся, а с другой собственник... Нет, это мягкий товаропроизводитель, работающий на рынок, да? Конечно. А можно такое сказать про подавляющее большинство крестьян российских тех времен? Нет. Товарного зерна крестьяне не давали. Товарное зерно, 95% товарного зерна давали вот агрофирмы и кулаки. Крестьяне жили, вот не случайно, даже уже после революции, в период НЭПа, на первом-то месте какой уклад идет? Патриархальный. То есть это люди вот хлеб растили для себя, для своей скотины. Ну, выбирались, конечно, на рынок, так и на там буржишко купить, самовар, чего-то еще. И продавали свои зишки. А вообще, вот можно ли назвать их в целом? Надо посмотреть цифры, потому что Ленин патриархальный уклад не называл в числе основного. Не называл, да? Нет, конечно, да. Ну, может быть, может быть, вот как раз после 1917 года, когда крестьянам дали землю, вот может быть, как Писаруэрс, единственным красным выигравшим от революции являются крестьяне, кто стал жить лучше на Руси в 1921 году. Вот крестьяне они выиграли. Может быть, после революции, да. А до революции ведь, после революции большинство крестьян стали крестьянами-середняками. Вот они, наверное, являются, действительно являлись уже мерким буржуа. А до революции-то было преобладание бедняков. Середняков было не так много. Ну, это надо действительно цифры смотреть, это, так сказать, в плане обсуждения. Они были бедняками, потому что они должны были своим бывшим помещикам или их потомкам выплачивать эти отступные по этому закону о освобождении. Даже когда и не было уже отступных о сознании у бедняка какое? Стать середняком или кулаком? Да, это понятно. Они же читатели писать не умели. У них доходов было мало. Часто вот они вот все-таки, вот, заработка, они должны были менять на... Поэтому воспоминания мелкобуржуозности... Нет, это правильно, крестьянство, кстати, неудивостно. Да. Бедняков, середняков и кулаком. Бедняки, это больше всего, батраки, скорее всего. Ну, батраки, это уже продетариат. Главная мечта батрака, это и бедняка стать, занять место кулаком. Вот это вот я помню, вот что статистика была... Ну, какое-то очень подавляющее большинство товарного зерна поставляли агрофирмы, крупные сельскохозяйственные предприятия на базе помещих хозяйств и кулаки. А вот крестьянская масса, она поставляет какой-то очень мизер большой. Очень маленький мизер вот этого товарного зерна. То есть... Вот сейчас у рабочих современных сознание мелкобуржуазное, то есть... Ну, не у всех. Ну, как-то большинство мечтает о дорогой машине, чем о социалистической революции. А то, что человек мечтает о дорогой машине, это что обязательно мелкобуржуазное? Я, может, тоже мечтаю. Нет, ну, дорогие товарищи, здесь же есть основополагающие выводы исторического материализма, да, вот Карла Маркса. Общественное бытие определяет общественное сознание. Какое у нас общественное бытие есть? Буржуазное. Ну, это не мелко. Как в массе... Нет, не мелко. Я просто думаю, какое было у бедняков и батраков тогда сознание. Ну, а какое оно еще могло быть тогда тоже это самое-то. Да, тогда даже, я думаю, было во многом и патриархальное сознание, потому что это царь-батюшка, там и так далее. Существители большим авторитетом пользовались. Оно и сейчас есть. Почитайте классику. Жир, бурфок, тараконный руп? Нет. Русский мужик одной рукой крестит, а другой почесывает. Да, да, да. Поэтому, да, нет. Вот эти, смотрите, все это как-то как шелуха яиц. Ну, с одной стороны, да. И монархи, и... Но с другой стороны, еще же 9 января, еще 5-го года, наиболее передовые рабочие крупнейшего промышленного центра пошли, так сказать. Все понятного развития и движения. Так и сейчас, да. 7 часов, надо заканчивать. На этой оптимистичной ноте. Абсолютно, это можно. А это следующая. А у вас не будет? Деньдесятый, это подождите. На столе, я думаю, надеюсь, будут. У Сергея Викторовича есть? А я, может, еще не договорил. А-а-а, ну давайте. Вот тут Маркс пишет, что в силу того, что города всасывают население из... Сельское население, плотность населения в городах увеличивается, количество жителей в городах увеличивается, население уменьшается. При этом сельские жители, они добывают пищу, там, материал для одежды и так далее. Это все уходит в город, там это используется. И тут он говорит, что это... Таким образом, обедняется почва, плодородие почвы страдает. Вот, ну и вообще речь о том, что капиталист выжимает прибыль из эксплуатации сельского населения, и плюс к тому он еще старается максимально эксплуатировать природные ресурсы, почву и прочие все природные условия. И, естественно, наносит вред. Часто капиталист хочет за короткий период времени получить максимум прибыли, а что там будет, значит, в дальнейшей перспективе с этой почвой, природой, это уже как бы второй, второстепенный вопрос для него. Вот, ну и такая скучность в городах и уменьшение сельского населения приводит к тому, что вот городское население уплотняется и страдает его здоровье городских рабочих, в то время как у сельских рабочих, допустим, духовная жизнь никак не развивается, они там, там, театры, музеи, они все в городе, а на селе они ни картину не видят, ни театр не видят, ничего. Там много рабочих ходит в театр, даже и сейчас. Ну, да, да. Театры не для рабочих. Сейчас, да, и там и по дверям не для рабочих. Сейчас интернет есть. Ну, там... Вот. Еще Маркс тут отмечает, что... Там какая-нибудь ерунда разлегка. Говоря о сельских рабочих, ну, это имеет отношение к тому, насколько они способны к борьбе. Они, сельские рабочие, сильно рассредоточены, рассеяны, и поэтому это сламывает силу их сопротивления капиталистам. Ну, и поэтому на селе труд рабочих, в общем, в этом плане тяжелее. Им тяжелее бороться за свои интересы. С другой стороны, условия, ну, в плане здоровья, например, они там, ну, на свежем воздухе, вроде как, не скученные. Там, наверное, вероятность эпидемии, может быть, меньше. Из-за меньшей скученности. Есть некоторые плюсы. Ну, главное, это он пишет, что там рабочих, тамара на квадратный километр, поэтому организоваться намного тяжелее. Главное, это мысли вот его, в частности, по организации. Это, конечно, так сказать, близость, скученность, она, конечно, большое дело имеет в организации. Вот была, была лекция вчера Михаила Юрьевича Беляева, докера. Конечно, успехи докеров во многом объясняются тем, что вот они в бригаде, и они все время рокоть товарищи рядом ощущают, там, несколько десятков человек бригады, это как коллектив, действительно, очень дружный, очень спаянный такой, и они там дружат друг с другом, и друг друга в гости, там, на дачу ездят, и так далее. Это вот очень большое дело, которое сыграло, ну, значительную роль в том, что вот такой профсоюз докеров мощный был создан. А здесь вот все вроде, если кто-то что-то добавит. Нет, надо заканчивать, надо заканчивать, да. Спасибо. Не дошли мы, да. Следующее. Не дошли. 17-е, да? Майя. 17-го мая. Получается, кто-то начнет продолжить, или... 17-го будет. Может, я не буду. Ну, тогда я, получается, буду стараться, во что бы то ни было. Время немного, выходных много. Хотя, конечно. У нас, пока, следующая глава, да? Ну что, хорошо посидели, хорошо поговорили. Сергей Викторович, нашли выручил. Нет, ну, в общем, так сказать, по тысяче человек нас стабильно смотрят. ПО ТОЦИИ, Продолжение следует...